С нами сейчас на связи Алексей Гетьман, военный аналитик. Алексей, приветствуем вас в нашем эфире. Доброе утро. Хотелось бы действительно ряд тем сегодня с вами обсудить. На самом деле, с вами уже прекрасно понимаем, что вот такие массированные ракетные обстрелы, они будут продолжаться. Кто-то их связывает с контрнаступательными действиями, кто-то их связывает еще с определенными событиями, кто-то связывал вчерашний с Днем России, который был вчера в Российской Федерации. Но, на самом деле, наверное, уже и привязки нет необходимости определенной находить. Это тактика страны-террориста, которая будет продолжаться, которая будет продолжаться очень активно. Вот и первый вопрос, исходя из этого, как вы считаете, у нас сейчас середина июня, летние месяцы, лето. Как все-таки будет действовать Российская Федерация в отношении использования массированных ракетных обстрелов по территории Украины? Ну, массированные обстрелы, количество ракет, которые запускает Российская Федерация, сейчас уменьшился по сравнению с тем, что было полгода назад. Опять же, это уже, ну, не хочется повторять еще раз, но у них действительно количество ракет осталось порядка 15% от того, что было на начало полномасштабного второжения. Но ихняя промышленность может производить достаточно большое количество ракет. Ну, например, они могут производить приблизительно 35, это в месяц, 35 ракет ХАЗ-101, 25 кинжалов, примерно 5 искандеров и 25 калибров, господи, не кинжалов. И кинжалов ХАЗ-2 может производить и примерно 5 ракет искандеров. Вот таким количеством они, вот теми ракетами, которые они производят, они будут атаковать. То есть, можно ожидать, что кроме шахедов, ракетные атаки будут, ну, как часто где-то, ну, так же, как и сейчас, я думаю, что не будет сокращаться количество обстрелов. Но запускаться будет не больше 20 ракет на один залп. Нельзя сказать, что это мало, но по сравнению с 70-80 ракет, как у них были, иногда залпы. Скорее всего, таких залпов не будет. И они, ну, постоянно будут атаковать Киев, для них это какой-то принципиальный вопрос. Ну, может, потому что они знают, что в районе Киева работает противоракетный комплекс «Патриот», и они хотят в него попасть или создать какую-то картинку с их точки зрения красивую, если они смогут попасть по объекту, как они называют, купол, это наша Верховная Рада, ну, или какие-то другие кабинеты министров, что-то в центре Киева, для них это очень важно. Ну, и будут выбирать какие-то города, в этот раз был выбран Кривой Рог, мы видим трагедию, которая там произошла, но не все ракеты удается сбить. К сожалению, не существует в мире такой противовоздушной обороны, которая может уничтожать все ракеты, большое количество, да, все ракеты, но хотя бы одна-две может прорваться, что и происходит. И самое главное, что они атакуют не военные объекты, они атакуют гражданские объекты, ну, стреляют, вот то, что мы сейчас видим на картинке, просто, пожалуй, домами, и это гибнут люди, ну, что-то террористическая страна, террористические атаки, которые, ну, до нашей полной победы над этой страной, к сожалению, будут продолжаться. Отметите сейчас кадры, которые вы видите на своих экранах, это с грителем, которые к нам присоединились, это как раз пятиэтажка в Кривом Роге, где сейчас продолжаются спасательные работы. Как я уже озвучила, есть информация от областной военной администрации, есть информация, что есть погибшие, к сожалению. Всю точную информацию вы обязательно в нашем информационном марафоне. Спасибо, дорогие коллеги. Вот сейчас мы опять показываем эти кадры. Это результат и последствия ракетного обстрела сегодня по Кривому Рогу, по пятиэтажке. Ну, вы, я думаю, что тут не стоит даже комментировать, и так все видно по последствиям. Мы же сейчас продолжим, и всю оперативную информацию будем предлагать вам в наших эфирах. Олег, пожалуйста. Да, я бы хотел еще добавить, что прямо сейчас, в эти секунды, в столице Украины, Киеве, также звучит воздушная тревога, как сообщают разные мониторинговые группы, что предварительно с Каспия летят, запущены были ракеты, и ракеты прямо сейчас заходят в воздушное пространство Украины. И мы наблюдаем очередной такой факт террора, но в силу того, что системы ПВО в последнее время, начиная даже с мая, начало мая, когда были чуть ли не ежедневные ракетные удары по Украине, система ПВО, как говорил и Юрий Игнат, в свою очередь 90-95% воздушных целей отрабатывают позитивно, то есть их сбивают. Какой смысл, по вашему мнению, сейчас ежедневно запускать по Украине ракеты, которые в итоге будут сбиваться, ну или же... вот два варианта, да, вот о чем Юрий Игнат говорил, я с вашего разрешения на него также буду ссылаться. Первое, это разоружить наши системы ПВО, второе, это просто банальный террор людей, дабы демотивировать, дабы замыливать глаза касательно россиянам, касательно тех побед, которые имеет Украина сейчас на фронте. Ваше мнение? Ну, вы знаете, с Юрием Игнатом тяжело не согласиться. Это человек, который профессионально рассказывает про то, что происходит, и в рамках того, что он имеет право говорить, потому что есть информация, которую нельзя говорить сразу, его можно говорить немножко позже, потому что она и секретная военная информация, и если ее озвучивают, то враг может этим воспользоваться. Для чего это делается? Для все-таки, ну, конечно, это для того, чтобы истощить нашу противовоздушную оборону, но мы же не производим ракеты, которые мы используем. Мы получаем от наших партнеров, и россиян надеются на то, что эти поставки или прекратятся, или сократятся, или не успеют поставить новое количество ракет, не комплексов и именно ракет для этих комплексов, и у нас тогда появятся дырки противовоздушной обороны, и можно будет уже попасть в какую-то цель, как планировать россияне. Ну, и потом это держать в напряжении людей. Вы знаете, вот в разговорах между людьми, в том числе и в Киеве, люди уже устали от этих, ну, постоянной воздушной тревоги. Вы же поняли, что когда ночью идет атака, то люди, ну, не дают им возможность просто выспаться. Есть люди не очень здоровые, не очень молодые, а есть очень молодые с детьми. И это очень напрягает. И уже я слышал разговор о том, что, господи, когда это все закончится, говорят люди, ну, то есть это у них немного получается, у них добиться того результата, что люди просто вымотаны, и они уже просто уже хотят, чтобы это хоть как-нибудь закончилось. Я имею в виду это женщины, пожилые люди. Наверное, на них и есть расчет со стороны Российской Федерации, чтобы как-то, ну, появилось настроение, что давайте, может быть, договариваться, может быть, хоть как-то мы закончим. Потому что вот эта фраза меня очень осторожила, когда люди, которых я знаю, вроде бы они всегда поддерживали, ну, и сейчас поддерживают наши вооруженные силы, готовы были идти до победы, а теперь уже немножко меняется интонация, и идут разговоры, когда это все закончится. Пусть это уже хоть как-то закончится. Ну, видите. Стоит отметить, вот смотрите, да, если вот подытожить, сколько, 15 месяцев у нас идет полномасштабное вторжение, значит, первый этап, это Киев за три дня, не получилось. Второй этап, это, если я не ошибаюсь, они там по каким-то картам хотели разделить Украину до как раз Днепра, левобережную часть, не получилось. Херсон с Россией навсегда, не получилось. Харьковская область с Россией навсегда, не получилось. Город Запорожье так и не взят. Но что мы имеем в итоге сейчас? Потихоньку, но уверенными шагами вооруженные силы Украины возвращают под свой контроль украинские территории. И не кажется ли вам, что сейчас Российская Федерация перешла уже на последний этап, это просто истощение. И знаете, как военные говорят, кто первее сдастся в истощении ракетами? Можно ли сказать, что Российская Федерация уже просто на исходе и она выбрала последний уже вариант, потому что больше нечего предложить россиянам? Как минимум в эфире телевизоров. Ну, на линии фронта у них не очень получается, они отступают, они делают контрнаступательные операции, Авдиевка, Маренко, но продвижения какого-то нету. Естественно, это будет расчет на то, чтобы расшатать ситуацию изнутри, будут атаковать наши мирные города в тылу, далеко от линии фронта. Больших у них вариантов в принципе нету, но истощение, ну, не наступит у них истощение, если они будут запускать, они могут, ну, порядка 60 до 70 ракет в месяц изготавливать, новых ракет, не считая тех, которые у них остались. Эти ракеты, вот они будут запускать по 15-20 ракет, то есть несколько раз в месяц, то, что они сейчас и делают. Ну, кто истощится? Ну, я думаю, что надо истощать их невозможности производить эти ракеты, поэтому есть информация про наши стратические дальнобойные баллистические ракеты, которые могут стрелять до тысячи километров, может быть, даже больше. Мне кажется, что надо атаковать те объекты, на которых они производят свои ракеты, уничтожая вот эту инфраструктуру, военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Ну, если этого не делать, то вот, то хлист ракет, которые они могут производить, ну, это еще может быть очень долго продолжаться эти обстрелы. Давайте посмотрим немножко дальше. Ну, хорошо, нам удастся, дай Бог, хотя с большим трудом выйти на границы нашей страны в меже 91-го року, но только это не значит, что Россия, даже когда отведет войска, ну, к которым придется бежать, что они прекратят ракетные обстрелы. Здесь надо решать вопрос более кардинально. Или давить на Россию международными сансами, чтобы у него просто не было возможности производить такие ракеты, или чтобы у него вообще пропало желание что-то делать в таком направлении. Либо нам нужно оружие, которое может атаковать их невосково-промышленный комплекс, на котором это все производится, уничтожать, чтобы они не могли их производить. Ну, другого выхода нет, иначе это может продолжаться еще месяцами или годами. Российская Федерация страна большая, и я уверен, что они уже начинают рассредотачивание своих промышленных комплексов. Даже помните, исходя по удару по Энгельсу, они моментально рассредоточили все свои самолеты, и удар по Энгельсу их напугал, да, показал, что вооруженные силы Украины, либо просто даже внутри Российской Федерации, как мы периодически видим, когда кто-то запускает беспилотники по военным объектам Российской Федерации, это уже досягаемо. Но тут следующий вопрос. Вот вы сказали о том, что когда в скором времени россияне покинут всю территорию Украины, угроза ракетных ударов останется. Так вот, а что Украине нужно для того, чтобы идти на предупреждение вот этих российских атак, я имею в виду в защите украинского неба? Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что нам необходимы самолеты. Кроме того, что мы можем уничтожать производственные мощности россиян, где они изгадали ракеты, мы можем сбивать те же самые бомбардировщики над Каспийским морем, разрушать аэродромы, с которых эти бомбардировщики взлетают. В принципе, я думаю, что по-другому уже перехватывать ракеты, которые уже зашли на территорию Украины, ну, очень неплохо, что у нас есть такие комплексы, но надо, это уже следствие, надо уничтожать причину. Причина это, ну, военно-промышленный комплекс, заводы, причина это аэродромы, причина это бомбардировщики, с которых эти ракеты запускаются. Вот эту причину надо устранять. Для этого нам, естественно, нужно преимущество в воздухе, нам, естественно, нужны самолеты, которые могут уничтожать эти бомбардировщики, перехватывать, и которые могут атаковать объекты в глубине России. Почему все думают, что мы собираемся атаковать какие-то гражданские объекты, поэтому вызвать какую-то эскалацию, мы будем уничтожать те объекты, на которых производятся ракеты, которые вот прямо сейчас летят на Киев. Ну, я не знаю, какие еще нужны аргументы нашим партнерам, чтобы мы как можно скорее получили оружие, давайте это назовем не самолетами, если самолет как-то вызывает какое-то, ну, негативное или какой-то страх у наших партнеров, нам нужно оружие, которое может уничтожать то оружие, которое нам атакуют. Пусть это не самодавайте, это будут не самолеты, что угодно, что-то другое, но что-нибудь, что может уничтожать то, что по нам атакуют. Ну, это так просто. Утрирую, естественно, нам нужны вот эти самолеты, которые мы сейчас видим, они могут это делать. И у них есть ракеты воздух-воздух, которые достаточно далеко стреляют, они могут летать достаточно далеко, и они могут уничтожать эти, в том числе, эти же самые бомбардировщики. Ну, если, знаете, ракета не производит достаточное количество, там, 50-60-70 в месяц, то бомбардировщиков у них не так много. Если мы собьем хотя бы с десяток этих бомбардировщиков, я думаю, что у них останутся только корабли, с которых запускаются калибры, которых тоже можно потопить, и тогда закончатся эти ракетные атаки. Потому что, ну, сколько это может продолжаться? Ну, просто уже, знаете, уже у людей, гражданских людей уже сила на исходе, моральная сила. Ну, постоянные ракетные атаки. Вот сейчас мы с вами разговариваем, люди прячутся в укрытии, потому что опять летят ракеты. Серия номер два. Как изменится картина, то, о чем вы сейчас говорите в ближайшие дни, я напомню нашим зрителям, Алексей с вами как раз тоже в частности об этом будем говорить. И более детально, 15 июня много нашей вайферного времени мы посвятим, простите, прошу прощения, 13-му заседанию уже, да, в формате Рамштайн. Как раз вот министр обороны Украины называет это фактически, ну, самолетной коалицией. Детали самолетной коалиции будут как раз обсуждаться. Каковы будут решения, мы обязательно это все процессы проанализируем. Буквально несколько дней остается до этого дня. Вот как вы считаете, Алексей, все-таки, ну, обсуждать детали самолетной коалиции, это хорошо. Но какие главные все-таки детали не просто должны обсуждаться, должны будут быть решены во время 13-й встречи в формате оборонном Рамштайн. Как вы считаете? Я думаю, должны быть обговариваться сроки поставок нам этих самолетов. Не в принципе, что не против, как-нибудь, потом, когда потом. Ну, давайте еще раз. Вторая атака ракетная по Киеву за последние 12 часов. Ну, у нас нет времени подождать, у нас нет времени согласовать какие-то очень сложные документы, идти каким-то очень долгим путем. Все это нормально, когда нет войны, для того, чтобы соблюсти все процедуры, для того, чтобы было все четко прописано. Ну, понимаем, это нормально. Но когда идет война, когда летят ракеты, то давайте как-то все-таки попробуем этот вопрос. Какие-то детали согласуем потом. Пока давайте решим принципиальный вопрос. У нас должны в небе быть эти самолеты. Если у нас не хватает пилотов, есть очень много добровольцев. В Соединенных, в Европе, в которой много пилотов, ну, сейчас в мире летает таких самолетов, порядка трех тысяч. Есть люди, которые умеют ими пользоваться. Если наши пилоты, ну, хотя инструкторы говорят, что у нас очень качественные, профессиональные летчики, ну, давайте, если они пока еще недостаточно подготовлены для использования этих самолетов. Есть много добровольцев, которые готовы сесть на эти самолеты. Есть готовые аэродромы для того, чтобы эти самолеты принимать. Это, не знаю, кто придумал, что у нас негде, они не могут сесть. Все самолеты, что такого особенного в F-16, что его не могут принимать наши аэродромы, на которые другие самолеты прекрасно садятся. Давайте еще до 2014 года были совместные учения. Украина-НАТО. Я не помню, крылья как-то называлось это. И они прилетали, они прилетали в Миргард, ну, в Украину прилетали, они садились и взлетали, и все было нормально. Ну, что это за фантазии такие? У нас все готово. Если захотеть, то эти самолеты могут буквально через неделю уже летать и защищать наше небо, атаковать в том числе бомбардировщики Российской Федерации. Для этого нужно только желание. Политическая воля уже есть, уже принятое решение. Теперь давайте не затягивать реализацию этого решения, потому что, еще раз, каждый день мы находимся в опасности. Каждый день, ну, через день россияне по нам запускают ракеты. Они атакуют своими самолетами при фронтовой области. Нам нужны самолеты для защиты. Ну, ни к чему проблема. Почему это так долго? Тяжело ответить. На днях достаточно интересно было мне несколько материалов почитать относительно F-16, но они о модификации, не о предоставлении Украине. А что об этом думают пилоты, в частности, и вот американские пилоты. Очень, ну, достаточно интересный материал в настоящем времени вышел. Авиация придаст боевым действиям в Украине третье измерение. Об этом сказала американское летчество и рассказала о преимуществах истребителя F-16, которые, как она говорит, уже были на вчера необходимы в СУ. Это ее слова. Это майор ВВС США в отставке, Хизер Пенни. Она известна очень многим тем, что 11 сентября 2001 года поднялась в воздух как раз на истребителе F-16, чтобы протаранить тогда один из угнанных террористами аль-Каиды гражданских авиалайнеров, не допустив его падения на Вашингтон. Я себе как раз выписывала тезисы из этого материала, потому что очень много интересных ответов на вопросы, которые озвучила редакция настоящего времени. Озвучила как раз Хизер Пенни. Она много рассказывала о том, что происходило как раз во время террористических актов тогда в Нью-Йорке. А вот далее она как раз говорит о том, что необходимо Украине. И она говорит, это в корне изменит динамику боевых действий, придаст третье измерение то, о что я сказала. И вот на вопрос, что вы думаете о решении США разрешить передачу истребителей F-16 Украине, как вы оцениваете возможные последствия этого решения? Она отвечает, я думаю, что это решение запоздало на месяцы, а далее добавляет, а то и на годы. Мы должны были сделать это в самом начале российской агрессии против Украины. Военная авиация и существует для того, чтобы придать боевым действиям третье измерение. А сейчас боевые действия Украины напоминают окопные бои Первой мировой войны. Это жестокая война на истощение. Именно для предотвращения этого и были созданы современные воздушные силы. Далее она говорит о том, что она даже была бы готова сесть за такой самолет для того, чтобы помочь Украине, для того, чтобы показать, как управлять, для того, чтобы показать возможности F-16. Ну то есть вот когда говорят об этом профессиональные пилоты, которые не единожды садились в такие истребители F-16, это тоже очень важно, об этом стоит говорить. Хотя я прекрасно понимаю, что все принимают решения как раз и политики, и политики мирового уровня. Ну, видите, это то, про что мы только что с вами говорили. В принципе, люди, которые готовы летать на этих самолетах, защищать Украину, такие люди есть. Наши пилоты, они, ну, я не понимаю. Ну вот комплекс Patriot, например, который мы смогли освоить и который мы очень успешно используем, но он технически сложнее, чем самолет F-16. Ну, давайте будем откровенны. Это очень сложный комплекс, и он где-то так раз в 20 дороже, чем один самолет. Почему наши пилоты, которые имеют уже по 300 боевых вылетов, которые, когда прилетают, ну, какие-то учения и инструкторы американские смотрят, как они умеют летать, они в восторге. Говорят, это профессионально, это ассы. Что за разговор, что не научатся? Мы же не в странах, не хочется обижать бананы, но не какая-то банановая республика, и мы попасы, извините, которые где-то с пальмом спустились и первый раз увидели самолет. У нас профессиональные летчики, у нас люди, которые ведут боевые действия, которые на самолетах ниже уровня качества класса сбивают российские самолеты, которые более современные, ну, они называются точно так же, МиГ-29, Су-34, но это российские самолеты, были советские, сейчас они в России, они их модифицируют. У нас они как были в парке военно-воздушных сил, так и остались. Они не модифицированы до такой степени, как российские самолеты, они качеством хуже. Но мы выдерживаем бои, мы сбили больше самолетов, чем потеряли. То есть, ну, какая проблема? Что это за разговоры? Вы знаете, может, вот на встрече, если кто-то такое скажет из нашей антипутильгерской коалиции, ну, хотелось бы, чтобы министр рейсников сказал, что давайте не будем убежать наших пилотов, просто эти слова, они просто унижают нас. Что это значит? Наши летчики не могут летать на F-16. Успокойтесь, могут. Получше, чем ваши. Ну, давайте будем откровенны. У нас профессиональный пилот. Для баланса, да, мне важно добавить, что украинские летчики, в свою очередь, первая группа, если я не ошибаюсь, несколько групп будет по 12 летчиков, которые уже умели пользоваться мигами, да, они будут уже в ближайшее время этим летом обучаться. В какой стране, пока что не уточняется. Ну, а вы говорите, почему так долго не могут принять решение касательно передачи самолетов. Мне кажется, что тут уже идет так называемая дипломатическая война, повышение ставок. Каждый достает свой козырь, тем самым предупреждая, что будет еще хуже, если будут продолжаться ракетные атаки. Мне кажется, в данном случае как раз вот вся эта большая самолетная коалиция, да, как ее сейчас принято называть? Да, самолетная. Авиационная коалиция. Авиационная коалиция – это огромный, грубо говоря, джокер, да, в вот этой войне. И мне кажется, это России то ли шанс дают последний. Вот честно, тут для меня немножко остается непонятным, но все же огромной надежды подаем на то, что все же эти самолеты будут. И все, что требовал и публично заявлял и господин Залужный, и господин Зеленский, будет исполнено. Как это было с танками? Залужный когда-то сказал, что нам надо минимум 300 танков для успешного контрнаступления. Танки есть, и мы видим, что уже есть результаты, о которых официально говорят в вооруженных силах Украины. Алексей, вам огромное спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомню, военный аналитик Алексей Гетман был на прямой связи с нашей студией. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова